Как популярный американский актер Джона Хилл, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Волк с Уолл Стрит» похудел более чем на 50 килограммов? Почему фанаты так страстно ждут вернуть смешного толстячка на экраны? И какие трансформации с телом проводил актер для ролей в фильмах? Вы на канале FitStars! Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Вероятно, вы помните героя нашего выпуска по ролям в таких фильмах, как «Мачо» и «Ботан», «Волк с Уолл Стрит», «Супер Перцы», «Парни со стволами», «Человек, который изменил все», «Побег из Вегаса» и многим другим картинам. Благодаря объемной фигуре, актерскому таланту и чувству юмора актеру удается завоевывать главные комедийные роли и колоритно смотреться на экранах ТВ. Джона Хилл прилагал немало усилий для подготовки к ролям. Так как мы спортивный канал, мы не будем рассказывать о кружках театрального мастерства, которые посещал Толстячок, а вот о трансформации его тела к ролям в фильмах не можем не упомянуть. Для «Мачо» и «Ботана» он сел на диету, для «Волк с Уолл Стрит» поглощал еду чаще, чем дышал, а в фильме «Парни со стволами» актер наел лишних килограммов настолько много, что начал смахивать на борца сумо. Постоянные эксперименты с весом привели актера к проблемам со здоровьем. И в возрасте 33 лет Пирожочек решил конкретно взяться за свое тесто, что и повлияло на его внешний вид. Джона захотел играть более серьезные роли, выйти из образа смешного Толстячка. Другими словами, была выбрана не столько мотивация, которая может испариться одним холодным утром, сколько конкретный стимул. «Я хочу серьезные роли. Я хочу перемен». Позже были периоды, когда Джона набирал, но уже не такие грандиозные объемы, что раньше, а не так давно в сеть попали фото, на которых видно, что Хилл перешел из средней категории в суперлегкий вес. В интервью «После похудения» актер рассказывал, что в какой-то момент осознал, что так дальше нельзя. Он обратился к своему партнеру и другу по съемкам, никому иному, как Ченнингу Татуму. Известный своим спортивным телосложением, Татум явно знает кое-что о здоровом питании и фитнесе. Заобщавшись с Татумом, Хилл подтянулся в базовых знаниях о том, как получить спортивную фигуру. После этого Ченнинг Татум провел для нашего новичка ускоренный курс диеты и тренировок, а затем направил его к экспертному диетологу. Важно подчеркнуть, что Хилл искал и нашел поддержку. Вам также следует искать сообщников, ведь заручившись помощью знающего и авторитетного для вас в сфере спорта человека, шанс того, что вы бросите заниматься, будет меньше. А если случайно удалили номер Ченнинг Татума, то все необходимые диеты и тренировки мы собрали на fitstars.ru. А специально для тех, кто хочет укрепить свое здоровье или похудеть, как Джона Хилл, мы сделали промо-код на скидку 70% по ссылке в описании. По словам актера, Ченнинг Татум не только поделился своими знаниями о здоровом образе жизни, но и стал мотивацией для Хилла. А это еще одно облегчающее обстоятельство в занятиях спортом. Сообщники одним присутствием уже могут вдохновлять заниматься усердней. Так, например, совместные тренировки и обсуждение плана правильного питания вместе с Ченнингом Татумом помогли актеру не только сбросить лишние килограммы, но и создать новые полезные привычки. А когда Джон обратился к диетологу и вместе с ним провел ревизию своего меню, то наконец понял, что питается как школьник. В основном чипсами, фастфудом и газировкой. Все мы знаем, как выбор продуктов влияет на наш вес. Поэтому основой похудения, как рассказывал Хилл в разных интервью, он считает не структурированный план диеты, а скоординированное потребление продуктов с меньшим содержанием холестерина, жиров и низким содержанием быстрых углеводов. Есть информация, что Хилл любит японскую кухню, поэтому заменил пиццу на суши. А это невероятно питательные источники омега-3 и селена. Омега-3 поддерживает тонус сердечных мышц, а селен нужен для поддержания высокой скорости метаболизма и укрепления иммунитета. Внеся в свой рацион простые правки, например, такие, как замена всей жирной пищи на овощи и рыбу, Джона создал благоприятные условия для эффективного снижения веса. Ведь мы то, что едим. Хилл выстроил не только план тренировок и питания, но и отказался от алкоголя. Сам актер признается, что немного скучает по пиву и иногда позволяет его себе. Но, внимание, это осознанное, контролируемое потребление. Еще оказалось, что он любит овощи. Также в его рационе появились свежие фрукты, продукты с нежирным животным белком, обезжиренные молочные и цельнозерновые продукты. Следующее, что посоветовал диетолог-актеру, записывать все, что он ест, и отправлять ему на почту. С этим вышла одна забавная история. Джона добросовестно вел записи, а затем отправлял их своему диетологу. Но ни через неделю, ни через две ответа не поступало. А спустя некоторое время на одной из вечеринок рэпер Дрейк увидел Хила и подойдя задал ему вопрос. Эй, старина, это что за странные сообщения ты мне прислал со списком продуктов? Хилл перепутал. С кем не бывает. Напишите в комментариях, случались ли у вас подобные фейлы и какие у этого были последствия. Заодно там рядом есть удобная кнопка, подписаться, чтобы не пропускать наши еженедельные выпуски. Также несколько слов о похвальной программе тренировок Джона Хила. Сама по себе программа не структурирована, то есть актер не придерживается исключительно определенных упражнений. Хилл за разнообразие в тренировочном плане. Но так или иначе, правильное питание должно сочетаться с регулярными физическими нагрузками. Например, бег, пользу от которого Джона прочувствовал на собственной шкуре. В одном из интервью на радио он поделился наблюдениями, что бег подавляет чувство голода и активно сжигает жирок с боков. Однако, хотим вас предостеречь, что при несоблюдении техники бега можно навредить суставам. Велосипед признан более безопасным видом кардионагрузки. Наряду с бегом Хилл нехило качает руки анджуманиями. Кстати, это действительно заметно по его плечевому поясу. Начинал он всего с 10 отжиманий от пола дома, постепенно дойдя до 100. До 100 отжиманий, Карл! Прям дорога к мечте получается! Затем актер добавил тренажерный зал и бокс в сочетании с джиу-джитсу. В итоге получилось отличное комбо из силовых, высокоинтенсивных и кардионагрузок. А дальше Хилл встретил одну доску для серфинга, и это была любовь с первого взгляда. В итоге, благодаря поддержке Ченнинга Татума и собственной настойчивости, Джона Хилл смог достичь своей цели и значительно похудеть. Точные цифры неизвестны, но судя по фотографиям от формы парней со стволами до актуальной на сегодняшний момент, Джона сжег как минимум 50 или может даже 70 кило. А выглядеть стал как профессиональный серфер. Яркий пример того, что могут правильное питание и активный образ жизни. Человек был в спорте не в зуб ногой, лишний вес, проблемы со здоровьем, но выбрав для себя правильный стимул, действовал классическими проверенными способами и сделал новое здоровое тело. А как приятное дополнение, в процессе нашел вид спорта по душе, от которого кайфует, а не заставляет себя насильно им заниматься. Однозначно, с таким характером и прокачанной силой воли мы увидим этот кремень в новых амплуа уже совсем скоро. Отправляйте это видео другу, может он станет вашим личным ченнингом-датумом. И не забудьте подписаться на канал. Любим вас, команда Фитстарс.